ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Сегодня вторник, на этот раз меня зовут Еврейтор Гаджет, и рядовой внутренний голос... Я! Сегодня у нас военно-полевой выпуск, мы рассмотрим только те гаджеты, которые пригодятся вам в тайге гремучей, в окопе во время войны, не дай бог, конечно. И как сейчас, во время кризиса, рядовой голос, что у нас там по распорядку? Дестэн Сайбербук С-855. Разрешите начинать обзор? Разрешаю! Этот аппарат – настоящий внедорожник среди ноутов. Его защита не абсолютна, но он выдержит как дождливую и грязную погоду, так и условия вечной мерзлоты. Корпус выполнен из магниевого сплава с внутренними ребрами жесткости из специального композита, защищен от царапин и сколов. Верхняя крышка защищает ЖК-матрицу при ударах и сдавливании. Корпус батареи тоже ударопрочный, а в самом аккумуляторе даже предусмотрена защита от избыточной нагрузки сети, скачков напряжения и перегрева. Из не столь заметных, но полезных мелочей – замок на оптическом приводе. Защищает от произвольного выдвижения лотка при ударе, а также резиновые заглушки на разъемах сети и телефонной линии. Еще одна интересная деталь – последовательный порт. В эпоху USB и Bluetooth он может показаться рудиментом, но иногда буквально спасает. Машина оборудована экраном с матрицей 15,4 дюйма. Экран глянцевый, картинка яркая и чистая. Весит аппарат всего 3 килограмма. По меркам ноутбуков такого типа практически пушинка. Обеспечен виброзащитой и переносит падение с высоты до 1 метра. В закрытом, конечно, состоянии. Клавиатура, сенсорная панель и кнопки управления защищены от пыли и влаги в соответствии с требованиями европейского стандарта IP311. В работе Cyberbook ничем не отличается от обычного ноута. Система оборудована процессором Intel Core2 Duo на 2,8 ГГц, одним гигом оперативки, 160-гигабайтным хардом и встроенным видеоадаптером. Итого, ноутбук-подснежник. С ним можно сесть в зимнем лесу на снег и работать в интернете. Можно и в снег уронить, ему тоже ничего не будет. Можно облить пивом, а ему тоже все равно. Только что тряпочкой протереть. Нужен такой аппарат, наверное, не всем. Но уж те, кому он нужен, оценят его по достоинству. И что ты в конце обзора развел? Нужен, не нужен. Как-то не по-военному. Стукнуло 18, будь добр, купи. А не можешь? Предоставь справку. Какие еще устройства для спасения в экстремальных ситуациях у нас есть? Врядовой голос. Xeon TechLogix Icon. Xeon Icon? Разрешаю. Штука довольно специфичная, но интересная. И судя по названию Icon, икона, можно предположить, что разрабатывалась специально для священников и монахов, которым, например, нужно вести учет крещенных язычников, пойманных в глухих сибирских зимних лесах. Впрочем, если серьезно, то такие агрегаты используются в разного рода промышленных системах, заводах, на больших складах, в аэропортах и так далее. По сути, это специальный карманный компьютер, особо живучий, в защищенном корпусе, который выдерживает даже попадание в руки пьяного кладовщика. Аппарат крупный, корпус толстенький, с выемкой примерно в верхней трети, чтобы было удобнее держать. Клавиатура резиновая, не алфавитная, а цифровая. Клавиши нажимаются легко, даже если руки в перчатках. Корпус защищен от влаги. Аппарат выдерживает направленные струи воды. Его можно брать мокрыми руками или обливать пивом. Ну, мы, правда, ограничились водой, символически окропив тестовый образец иконы. Экран 3,7 дюйма, процессор с частотой 624 МГц, 128 МБ оперативной и флеш-памяти. Имеется набор модулей беспроводной связи для сотовой сети, беспроводного подключения и встроенный GPS-приемник. А это означает, что Icon пригодится и туристам, и рыбакам. Также в наличии цифровая камера и специализированный сканер штрих-кодов. И сверхмощный аккумулятор аж на 5000 мАч. В общем, это индустриальный коммуникатор, мощный и живучий. В личное пользование покупать, наверное, не стоит. А вот если кто работает на каком-нибудь заводе или там в складе, и ему выдадут такую штуку, будете знать, на что она способна. Рядовой голос. А зачем вы своего командира попросили ружье из дома принести? Кого я попросил? Кого-кого? Меня! А, ну так сейчас, товарищ командир, и узнаете. Да? Но только без гомосятины. ИВК «Немо». Карманник на гусеничном ходу. Хотя никаких гусениц у этой модели, конечно же, нет, но гусеницы отлично вписались бы в стиль и дизайн карманного компьютера ИВК «Немо». Литой металлический корпус защитного цвета, резиновые демпферы по углам и крышки гнезд и разъемов. Корпус сделан из алюминий магниевого сплава, но, как ни странно, довольно легкий. Он защищает аппарат от механических воздействий, вибрации, пыли и влаги. Согласно спецификации, аппарат переносит перепады температур от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. Попадание направленных струй воды в течение 40 минут, пребывание в условиях влажности до 95%, динамические нагрузки до 40 G и падение с высоты до полутора метров. В выключенном состоянии это нечто даже выдерживает двухдневное пребывание в 5% соляном тумане. Как показала практика, аппарат действительно отлично переносит падение. Единственная потенциально уязвимая часть – большой сенсорный ЖК-экран. Но он прикрыт прозрачной пластиковой крышкой, защищающей от паразитных нажатий клавиш питания и включения беспроводного модуля. На задней панели изделия расположена резиновая лента, которая обеспечивает надежное крепление карманника на конечности пользователя. Там же ползунок перезагрузки и аккумулятор. В этой модели батарея располагается в специальной нише на задней панели корпуса и представляет собой металлический блок. Среднее время работы от одной заправки – около трех дней интенсивного пользования. На правом торце – коммуникационные гнезда. Одно с мини-USB, второе с полноразмерным разъемом. Снизу – трехштырьковый разъем питания с винтовым креплением для фиксации кабеля, коммуникационный порт и PC-MCI Type 2. Справа – гнездо для карточек SD, сверху – обычный компорт. К нам попал образец с 400-мегагерцовым процессором, в наличии у которого имеется 128 мегабайт ОЗУ и 64 мегабайт флэш-памяти. В тестах на производительность аппарат показал достойные результаты и отлично справился даже с навигационными программами. А учитывая специфику, на этот КПК может быть установлен и специализированный софт, например, модули системы ИВК Юпитер. Если вы не знаете, что это такое, то мы вам и не выдадим военную тайну – воплощение мечты техномилитариста. Впрочем, этот КПК цвета хаки – на самом-то деле универсальный полевой КПК для тяжелых условий эксплуатации. В общем, реальная жесть. Точнее, конечно, чугуний. А сейчас самое время провести баллистическую экспертизу. Для этого у меня есть ружье пневматическое и пули со смещенным центром тяжести, которые были запрещены Женевской конвенцией 35-го года. Прежде чем я стрельну в пуль непробиваемый гаджет, опробую эту малышку на маленьком безобидном красном шарике. Шарик сдулся. Это была незамедленная съемка, просто такой шарик специальный. Итак, эксперимент номер два. Теперь эта малышка пробьет, ну или не пробьет, фанеру. Как мы видим, малышка пробила фанеру. Жду не дождусь гаджета. Как вы видите, мы соблюдаем технику безопасности при стрельбе. Поролончик, фанерка. Видите, я ее пробил. Это пули непробиваемый гаджет. В огне не горит, в воде не тонет. И пулями не пробивается. Смотрится как влитой. Начнем стрельбы. Ой, чую, хана гаджету. Сколько он стоит? Чуть поменьше твоей зарплаты. Ну, нормально. Ну, конечно, пуля его не пробила, но поняла основательно. Как я и говорил, пули непробиваемый гаджет оказался не настолько пули непробиваем. Внутренний голос. А есть где схорониться на пару лет? Есть у меня один чудесный могильничек. Бандитская пуля прошибла пуленепробиваемый гаджет, но он работает, видите? Пожалуйста. Вот, можете использовать его. Все. Чики-пики. Внутренний голос. Пока я собираю чемоданы. Ну, а я в увольнении. И помните, с вами был инспектор гаджет. Я докопаюсь до правды. Чмоки. Увидимся через два года. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok